Добрый день, веселая минутка, с вами Дмитрий Гусев, сайт pomidom.ru Сегодня речь пойдет о перцах. Задали мне вопрос, очень интересный. Когда же обрывать нижние листья у перцев? Ну, то есть вот снизу, да? Как видите, я здесь вообще ничего не обрываю, никакие нижние листья никогда, ни зачем. Но все-таки вопрос был задан, и давайте мы его развернуто ответим. Пока я думаю, как ответить, зайдите на наш сайт. У нас сейчас 30% распродажа на сайте. Летняя, скидка, приятная для вас и очень-очень нужная нам. Ну, потому что летом, естественно, тоже хочется жить. Спасибо всем, кто нас поддерживает в этот летний период своими заказами. Итак, вот смотрите. Как бы начать-то? Вот видно, да, что приблизительно все сорта, здесь их около 40 сортов. Они приблизительно с одинаковой высоты, одинаковые с зеленью. Да, но если мы рассмотрим, например, вот этот сорт, да, смотрите, сколько здесь завязей. Кошмар. Это пикуль называется. И здесь, например, тоже, да, вот. Моросаки папал. Если мы посмотрим папал маркони, да, вот этот итальянский сорт. Да, много, огромное количество. И посмотрим, например, Биг Берта, да. Вот. То есть на одном кусту всего 3-4 перца, но они огромные. При этом листовая пластина у них одинаковая, что у тех, что у этих. Вот. Вся она одинаковая. А, свит у нас шоколадный. Давайте посмотрим, смотрите какой. Тоже одинаковые листики. И вот тут перцев гораздо больше, да, чем, например, на Биг Берте. Ну и среднее количество там перцев. Например, вот сорт называется Мамин, да. Мамина реликвия. Ну, также другие. То есть, что я хочу сказать. Что по количеству самих плодов огромная разница. Просто действительно от сорта очень много зависит, сколько он вам плодов даст. Но если мы сорвём с любого куста перчики и взвесим их на весах, то будет что у Биг Берты 3 штуки весить одинаково, да. Ну, допустим, килограмм, да. Что вот эти вот там 20 штук будут весить килограмм. Что даже вот эти вот струнные перцы, которые вот такие вот прям, да. Ну, их здесь просто громадное количество. Тоже сейчас их всех оборвём, и мы точно такой же килограмм получим. То есть, вот эта вот урожайность не по количеству, а по массе самих плодов, она зависит, вот то, что я вам вначале сказал, от размера кустов. Видите? Приблизительно одинаковые сорта, приблизительно одинаковый вес плодов, которые на них образовались. По количеству, конечно, разное. То есть, если вы начнёте вот обрывать эти нижние листья, да, вот как, вот начнёте все их рвать. У вас уже новых к осени цветочков дальше, да, плодите. Они перестанут, они не будут. У вас сократится урожайность. То есть, на перцах 100% нельзя никакие нижние листья обрывать. Ну, только если там жутко они у вас загущенные, что на них свет даже не попадает. Они не участвуют в фотосинтезе питательных веществ и вообще вот органического вещества, из которого состоят плоды, да. То есть, они прекратили. Тогда вот можно уже их нижние оборвать для того, чтобы была проветриваемость какая-то. Но проветриваемость сама не нужна для перца. Для помидоров она важна. А здесь, чем у них сыро, мокро, они это очень любят. Как огурцы, например. Тоже я опрыскиваю их часто просто чистой водой, чтобы здесь увлажнить, чтобы в теплице было жарко и влажно. Им это нужно. То есть, и здесь как бы не обязательно, даже если они у вас загущены, убирать эти листья. Итак, какой я вывод делаю? Листья убирать у перцев нельзя, ни нижние, ни верхние, ничего, да. Даже пасынки. Если уж так на то пошло, я вам скажу, да, что здесь ни у одного сорта никакие пасынки я не срывал. Ну, то есть, от слова вообще. То есть, здесь вот много, например, у меня плодов. Вот они на пасынках, вот можно посмотреть, да. Вот он, нижний пасынок, видите, да, сейчас. Вот он, пасынок, видите, пасынок. И вот на нем плод висит. То есть, кто оборвал, кто пасынковал, лишился урожая. Да, там бывает какая-то, ну, супер какая-то загущенность у больших, высокорослых. Может быть, тогда нужно. Но у меня вот такого нет. Теперь, сейчас у нас конец июля. Вот этот урожай, который сейчас краснеет, зреет. Здесь огромное количество уже зрелых плодов. Мы уже их кушаем. В общем, вкусные, сладкие. Очень рады этому. Но сейчас как раз закладывается основной урожай на осень. То есть, это на сентябрь и даже на октябрь месяц. То есть, они сейчас все в цвету. Они уже налили те большие плоды, которые им нужны. С весны были. Теперь они наращивают массу. И теперь, чтобы было больше, больше всякой зелени, чтобы они сильно зеленые вошли в массовое плодоношение осеннее. Сейчас, конечно, азотные подкормки нужно. Если вы не делаете бродиловку, делайте комплексными удобрениями, делайте азотными удобрениями. Сейчас даже мочевина подойдет. Тепло, хорошо. Мочевина будет перерабатываться в азот, в доступный очень быстро всякими микроорганизмами, бактериями и всем остальным. Селитра. То есть, все, что есть. Комплексный я этим не пользуюсь. Я пользуюсь только бродиловкой. Раз в неделю всю теплицу у меня проливается бродиловкой. Потом ставится новая бродиловка и опять проливается. Все зелененькие, очень хорошие они у меня стоят. Так что не обрывайте перцы у листьев. Это им совершенно не нужно. Тут будет только хуже. От чего зависит урожай. Я вам тоже сказал. Даже когда вот у меня спрашивают. А какая у него урожайность? Ну вот у этого большая урожайность. Но по весу они будут одинаковы с теми. И когда вы покупаете себе толстостенные, мощные сорта с крупными плодами. Понимаете, что у вас их будет меньше. Чем мельче вы сорт покупаете. Например, для маринования, для гриля, например. Их гораздо будет больше. Вот Джимми Норделла, например. Для гриля. Самый лучший сорт считается. Для гриля сладкий, вкусный. Он просто висит. У него весь усеян плодами. Или вот изюмный. Тоже вот весь-весь-весь усеян плодами. То есть, когда выбираете, знайте, что мелких будет по урожайности гораздо больше по количеству. А крупный будет хоть один. Но он вырастет здоровым. На этом это видео заканчивается. Заходите к нам на сайт. Покупайте наши семена. С вами был Дмитрий Гусев. До свидания. С вами был Дмитрий Гусев.